Приветствую всех, кто дотерпел. И сегодня настал тот момент, когда я все-таки решил сделать видео, посвященное современникам динозавров, существам, которые жили совместно с ними, делили, так сказать, планету. И сразу же хочу сказать, что с этим есть кое-какая проблема. Видите ли в чем дело? В начале, когда я думал о съемке такого видео, идея была в том, что я просто перечислю большинство из них и дам им краткое описание. Так вот, даже если бы я собрался просто перечислять всех существ, которые были современниками динозавров, на это нам потребовалось минимум минут 30. Этот ролик был бы настолько информативен, насколько и бесполезен. Поэтому я решил сделать так. Я просто в этом ролике опишу наиболее глобальные, наиболее распространенные и важные с эволюционной точки зрения группы живых существ, о которых вы скорее всего знаете, но возможно некоторые факты вам будут неизвестны. И, возможно, чуточку позже я сделаю дополнительный ролик, в котором уже расскажу про более-менее распространенные и гораздо менее распространенные группы существ, о которых вы уже скорее всего не слышали. И первыми у нас в меню, конечно же, птерозавры. Птерозавры жили от конца трясого периода до конца мелового периода. Были, кстати говоря, первыми позвоночными имеющими способностей к активному полету. Ранние их формы имели зубастую пасть, длинный хвост, вот поздние уже беззубы клюв и короткий хвост, а также различные формы гребни на голове. Поздние формы также были покрыты аналогом шерсти, пикнофибрами и, возможно, были теплокровыми. Из всех не родственников динозавров, эти существа наиболее к ним близки. Поздние формы имели кильды, крепления грудных мышц, а также несколько грудных позвонков, сросшихся в нотариум, структуру для укрепления скелета и опоры для лопаток. Крылья образованы кожаной мембраной, которая крепилась к четвертому пальцу передних конечностей, доходя до лодыжки. У крупных представителей в крыльевой мембране также находились расширенные части воздушных мешков. Занимали они множество экологических ниш, от питания насекомыми до охоты на среднего размера динозавров. Самый маленький из обнаруженных тирозавров был длиной 2,5 см. А самый большой 11 метров с еще большим размахом самого крыла. А теперь перейдем к отряду завроптеригий и их двум главным представителям плезиозавром и плиозавром. Итак, плезиозавры. Жили они от середины юрского периода до конца мелового. Имели длинную шею, относительно небольшую голову, бочкообразное тело, веретиновидный хвост. Питались рыбой и голоногими моллюсками. Ели камни для балласта и пищеварения. А по камням, кстати говоря, выяснили, что они плавали довольно далеко, все-таки камни на разных берегах немножко друг от друга отличаются. Плиозавры жили от начала юрского периода и до конца мелового периода. Широкая, короткая шея, относительно большая голова в отношении к телу 1 к 7. Это их стандартный морфотип. Одни из самых крупных морских хищников. Именно они стали аналогом косаток в свое время. Питались крупными морскими животными, рыбой и падалью. Одной их особенностью было то, что ноздри они использовали не для того, чтобы дышать на поверхности, а для того, чтобы нюхать воду, пропуская ее через внутренние ноздри в начале и выпуская ее через мелкие вторичные ноздри в конце. Отдельно оставлю маленькую ремарку о плезиозаврах, а точнее о количестве их позвонков в шее. У некоторых видов, таких как элосмозавр, оно могло доходить до 50 штук. При этом шея вряд ли могла сильно изгибаться. Так что фотография Несси точно фейк. Ихтиозавры. Это были полностью водные рептилии. Первые обнаруженные представители уже были морскими хищниками. Скорее всего, произошли в начале триаса от пресноводных мезозавров. Самый примитивный представитель, цимбоспондил, вообще не имеет спинного плавника, ну и имеет слаборазвитый хвостовой. Просуществовали до середины мелового периода и окончательно были вытеснены плезиозаврами и мазозаврами. Скорее всего, большая часть представителей была ночными хищниками, на что указывают большой размер глаз и их костный скелет, и охотились на рыбу и головоногих моллюсков. Имели аналог боковой линии, на что указывают следы нервов на ископаемых черепах. Средний размер представителей от 2 до 4 метров. Максимальный размер из всех обнаруженных 17 метров был у шанезавра, ихтиозавра из Невады. Чешуйчистые, или отряд сквомата, а именно мазозавры. Мазозавры, именно они вытеснили плеозавров из мелководных морей примерно 80 миллионов лет назад. Строением органов были очень схожи с китами. Размещение почек, например, происходило в более передней части живота, нежели у остальных варанообразных. Имели высокий обмен веществ, были теплокровны и рождали живых детенышей. Часто имели бинокулярное зрение, проявляли повышенную агрессию, скорее всего являются парафилитическим таксоном, так как анализ происхождения указывает на то, что происходила конвергентная эволюция у нескольких родственных групп. Были активными пловцами, имели развитый хвостовой плавник, что позволяло работать только хвостом, соответственно, снижая трение воды от тела. Расположение почек, форма чешуи, не перекрывающиеся легочные бронхи указывают на полную адаптацию к водной жизни. Высокий метаболизм позволял поддерживать температуру до 39 градусов у самых развитых представителей мозозавров. Ввиду такого метаболизма, сами мозозавры вырастали до полного размера примерно за 5-7 лет с момента рождения. Кстати, позволю себе заметить, что на мой взгляд, именно мозозавры являются вершиной низозойской эволюции. Вот, собственно, и все основные группы животных, которые соседствовали с динозаврами на протяжении всей их жизни на Земле. Естественно, я не упомянул млекопитающих, естественно, я не упомянул о различных других группах архозавров, например, таких как крокодил или фитозавр. Это тема следующего видео, в котором уже будет рассказано о тех существах, которые занимали экологические ниши, соседствующие с динозаврами и были, скажем так, либо под их гнетом, либо были ими уничтожены. Ну, а на этом спасибо за то, что послушали. Следующим роликом я хочу сделать и затронуть одну очень интересную тему. Тему, от которой у самого Дарвина припекало и припекало настолько, что он места себе не находил, потому что это была главная причина, по которой его теория эволюции могла не работать. Но, к сожалению, все спойлеры этой истории вы уже знаете, теория эволюции работает. Но видосик обещает быть хоть и не особо интересным, но достаточно информативным. В частности, он будет описывать то событие, которое в истории жизни на любой планете может произойти только один раз за всю ее жизнь. Спасибо, подписывайтесь, можно даже лайк поставить.